так все всем вам добрый вечер и приятного рисования мы сегодня продолжим тему от линейного рисунка к живописному произведению вот и вот сегодня попробуем взять вот такой вот рисуночек и другой материал вот я делал шариковая ручка я сейчас взял лайнер лайнер такой вот карандашик с таким металлическим стержнем которым вот обычно архитекторы чертят свои проекты но его вполне можно применять и для графических зарисовок и в данном случае вот для нашей темы тоже вот есть такой вот линейный рисуночек и мы его немножко приведем в порядок и опять же продолжаем тему настаиваем на том что для того чтобы для того чтобы мы могли перейти к живописному произведению нам надо что что называется проговорить проговорить секундочку уже не все лайнеры у нас хорошо пишут поэтому методом подбора такого методом проб и ошибок надо уже новые заказывать и в принципе хватает достаточно надолго но тем не менее итак называется что надо проговорить как бы узнать поглубже по более анатомически проработать свой же или или рисунок допустим соавтора но ни в коем случае не брать вот что многие делают ошибку берут фотографии потом с нее делают нет надо прочувствовать самому надо сделать этот рисунок самому но я делал в этой же позе я сидел рядом и делал в этой же позе натуру поэтому я имею право как бы вот лены на рисунок привести в порядок тем более у нас как бы ну и техника все вот мы многие вещи как бы делаем совместно я понимаю и знаю чтоб что происходит в этом рисунке вот и самое главное что я тоже его делал есть аналогичной позе и мой рисунок вот но нам надо перейти к живописи перейти к живописи я уточняю какие-то моменты для начала по не по объему а по линии вот я линию уточняю делаю более выразительной с моей точки зрения где это необходимо нажать потому что вот этот нажимчик где нажать а где попустить он очень важен для того чтобы мы сделали вот эту иллюзию иллюзию объема на плоском листе бумаги вот ну как бы действие похоже на действие с шариковой ручкой единственное что здесь как бы не такая тонкая линия у меня толщинка здесь 0505 шариковая ручка чуть более тонкая дает будет чуть более тонкую линию вот тем не менее это тоже имеет материал право на жизнь зато он дает более контрастную линию более выразительную по контрасту вот и вот моя задача сделать объем опять же я иду по форме лица стараюсь подключать все свои знания которые я получил там рисуя череп рисуя голову и так далее мне надо проработать просмотреть и опять же понимаете идет то что мы называем отбором мы вот второстепенное пропускаем а проявляем лучшее из линейного рисунка это выжать очень сложно вот если мы оставим просто линейный рисунок и будем стараться сделать из него на холсте объемную живописную фигуру человека вот надо сначала проговорить проработать это анатомически вот выявить самые какие-то характерные красивые детали у этой натуры тогда и в живописи нам будет уже легче мы уже как бы по знаете что называется по намеченному плану вот архитекторы например они прежде чем приступить к какому-то проекту они готовят или им готовят задание на проектирование в котором оговариваются там определенные условия выполнения работы допустим проектируем кафе столько-то посадочных мест два туалета 4 выхода два входа вот аварийный выход коммуникации такое-то остекление то есть как бы идет задание на проектирование но вот это можно сравнить с заданием на проектирование то есть вот такой вот черно-белый рисуночек это как задание на проектирование для художника он сам себе его готовит вот и как бы для чего мы вот так настаиваем и так вот просим чтобы вы делали из своих рисунков потом уже по воображению по своим знаниям делали более подробные анатомические рисунки вот именно поэтому чтобы вы переходили на человека на изображение женской натуры мужской натуры групповых изображений человека то есть на композиции на более интересные и сложные виды виды изображений вот потому что ну как бы если вас устраивает конечно в натюрмортиках сидеть ну хорошо замечательно но как правило люди хотят чего-то новенького хотят переходить их к другим жанрам вот потому что как бы изображение человека это вообще один из наиболее сложных жанров вот моментов таких в творчестве художника здесь уже надо и характер передавать и все это через объем через светотень вот и потом хорошо потренировавшись на натюрмортах на пейзажах на пленэрах вот там где мы на пленэрах замечательно вырабатывается чувство цвета человек учится там брать цветовые отношения и так далее это все очень хорошо конечно вот но когда доходит дело до изображения человека то могут возникать сложности и вот мы как обычно схема одинаково определяем источник света здесь наметки есть уже какие-то на светотень да то есть мы видим здесь светотень свет источник света у нас справа соответственно тень собственная на человеке слева вот не обязательно там должен быть какой-то прям уж эстетский штрих посмотрите там у рембранта например да или у фешина то там вот в разные стороны объем лепится в разные стороны вот особенно ну у рембранта замечательно у него там обычно ручка чернила или тушь и вот такой вот линейный рисунок а если он там со светотенью то любым способом лепится вот вот эта светотень штрих в разные стороны хорошо конечно когда там научили студента хорошо лепить такой эстетский штрих это не обязательно главное чтобы вы понимали чтобы прочувствовали вот эту форму объемную вот я по бедру иду вот по бедру я его стараюсь лепить вот поперек формы не вдоль вот если штрих положу вдоль будь когда труба водосточная понимаете но это же женское тело и объемное бедро вот а бедро это что это тот же цилиндр вот и вот мы вот так вот на полутон идем уже более редким штрихом вот более редкий штрих ну и примерно для себя понимаем что вот на этом цилиндре если свет справа где у него будет главная линия света вот вот мы к ней подкрадываемся подбираемся не обязательно ее полностью делать опять же у нас отбор идет вот и мы когда проговариваем все это уже один раз проговорили с помощью линии теперь проговариваем с помощью тона а потом уже потом уже опираясь на все это будем все это проговаривать с помощью цвета вот еще один этап я вам в конце покажу вот картину вот которая отражает вот эти вот все моменты для которой был сделан линейный рисунок по нему сделано проработано светотень вот и по этому уже более проработанному рисунку сделан живописный живописный вот такой вот образ женский образ сделан вот здесь тоже вот сверху обычно знаете как схема такая сверху вниз слева направо почему слева направо свет обычно слева если вы правша конечно вот и вы как бы не пачкая а вдруг вы работаете углем или карандашом рука на листе бумаги будете размазывать вот поэтому это такая привычка уже идем слева направо сверху вниз и лепим вот эту вот светотень здесь тоже поперек формы видите здесь немножко другой вот как бы другую материальность дает лайнер он немножко тоже конечно такой подуставший не дает такую сильную линию и я вот локоть затемняю и вот к этой более важной части композиционному центру я начинаю подтягивать подтягивать свет то есть затемняя от локтя вот поперек формы иду показывая трицепс немножко бицепс вот ну женская рука там нет таки это не шварценеггер вот но тем не менее объемчики и какие-то основные моменты даже понимаете если вы нарушаете допустим гротескно нарушаете какие-то пропорции и где-то делаете какие-то преувеличения допустим талию делаете еще более узкую чем она есть в жизни да лицо стараемся всегда сделать еще красивее чем есть ну это нормально как бы вот стараемся не уродовать на натуру а наоборот ее любить восхвалять и находить ней самое лучше для того чтобы найти надо проговорить найти ее самые красивые черты ее самые сильные стороны вот смотрим вот это вот рука она у нас на переднем плане плечо правой руки и грудь наверное вот это вот плоскость она будет самая такая освещенная все остальное немножко находится в плутоне немножко на второстепенных ролях поэтому здесь можем таким более однообразным легким штришком притушить локоть сильно линию не не нажимать нажимчик не делать сильно большой вот и тянем тянем вниз здесь тоже смотрим а что же мы еще там вот пропустили и в линейном рисунке допустим не сделали а здесь можно было бы сделать но например тень от груди подчеркнет ее объем я вот делаю падающую тень от груди на тело вот и она сразу подчеркивает и объем груди и освещенные освещенное запястье правой руки и посмотрите как его можно красиво обыграть пальчики тогда можно более детально прорисовать вот и делаю акцент видите все крутится вокруг того чтобы сделать вот этот отбор главного и второстепенного вот для чего мы делаем вот этот предварительный рисунок с проработкой анатомических нюансов вот таких вот пошли уже по другому бедру по другому бедру опять же поперек формы вот поэтому еще раз напоминаю что посмотрите обязательно графические рисунки брейгеля вот фешена у фешена какие замечательные рисунки углем работал человек и как как бы от долгого рисования и поймите именно от долгого рисования вы быстро быстро начнете работать когда вы сделаете там сотню таких набросков вот а потом сделаете еще по заканчиваете эти наброски с более с большей такой проработкой вот у вас появится у вас появится навык там где вы уже не задумываетесь о том как надо сделать знать и уметь это разные вещи я вот сейчас усиленно учу английский и попал на очень хорошего преподавателя и мне это близко и я вот повторюсь что в живописи в искусстве это тоже правило можно применять знать и уметь разные вещи вы можете знать теоретически как это делается но не уметь это сделать вот поэтому не только знаем а умеем и вот это умение она у вас появится только тогда когда вы выработаете определенный навык навык вам нужен навык то есть многократное рисование многократное использование вашего линейного рисунка и из него мы делаем более подробную анатомическую вот такую вот заготовочку для вашей живописи ну а зачем вам нужна живопись вы сами догадываетесь потому что если вы научитесь хорошо изображать человека вот красивого правильно грамотно сделанного с точки зрения анатомии они надувного такого как иногда бывает от незнания делают начинающие художники таких такие формы не не верю знаете у станиславского было верю или не верю главные критерии вот например но при всем уважении тоже там свой вклад сделал в искусстве баттичелли но у него же фигуры все надувные и тут же возьмите допустим конструктивные красиво проработанные фигуры того же допустим леонардо или микеланджело да ну микеланджело был еще и замечательный скульптор вот поэтому как бы для него конструкция с 3 человека была очень важна но эстетически красивые работы рафаэля как он изображал человека вот поэтому это важно очень важно и мы призываем вас следовать за нами и вот видите каждый как бы в своем немножко специализируется я помогаю допустим проработать конструкцию где-то я поднажал поизучал там анатомические какие-то студии провел вот и делаю для лены подготовительные рисунки проработанные а она мастер конечно цвета она что называется цветовичка вот конечно можно это качество и наработать усиленным трудом но есть очень многие моменты которые вот от природы даются вот поэтому она все это облечет в цветовую гамму и сделает замечательную работу потом по такому более подробному рисунку вот и то я могу еще потом проработать допустим сделать более более сплошную такую тень немножко не хватает силы в уставших лайнерах да да я отменяю их но вот семерочку взял можно вообще оптимальный толщинка оптимальная это 5-7 миллиметров вот эта семерка чуть толще вот и уже это чувствуется тоже объемчик я не буду вас долго мучить я надеюсь что главную мысль я довел до вас что и как мы должны делать на примере вот этого рисуночка мы с вами посмотрели я очень позже могу еще более детально доработать а могу в принципе информационного вот уже будет для лены достаточно чтобы она вот взялась уже за живописное воплощение вот этого по этому рисунку вот и в конце я как и обещал показываю вам рисунок покажу рисунок по которому лена сделала работу вот такой вот рисуночек замечательная модель из калифорнии ирина приехала к нам специально позировала и был такой линейный рисунок я сделал по нему доработку вот такую а лена сделала вот такой вот портрет вот такой вот не портрет конечно женский образ сделал замечательный женский образ и утверждает что без этого рисунка и было бы сложно просто по линейному рисунку сделать что-то подобное так что будьте с нами следуйте за нами и уверен что вы достигнете хороших результатов действительно вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok